Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я хочу вам рассказать про выполнение всех техник в Forza Horizon 3. Для удобства техники я разделю на три вида. Для начала расскажу вам о стандартных техниках, потом о специальных, а затем о комбинированных. Тайминги всех техник вы сможете найти в описании, ну а мы начинаем! Начнём, пожалуй, с самых простых техник. Наверняка вы все знаете, как выполнять технику в воздух. Но для тех, кто не знает, достаточно просто оторвать автомобиль от земли. Главное при приземлении не перевернуться. Техника крах. Для её выполнения достаточно просто разрушить любой объект. Я буду очень удивлён, если найдётся такой человек, который ни разу не выполнял эту технику. Для следующей техники вам понадобится стартовать на высоких оборотах с ручника. Как вы уже, наверное, догадались, техника называется прогрев шин. В принципе, тоже выполняется достаточно просто, но если возникают проблемы, можете отключить ПБС. Ну а мы переходим к следующей технике. Как написано на сайте, эта техника начинает действовать после отметки в 161 км в час. Не трудно догадаться, что я о технике скорость, но, ребята, это не так. Мне пришлось разогнать даже чарджер до скорости 270 км в час. В общем, чтобы выполнить эту технику, выбирайте длинную прямую и выжимайте максимум из автомобиля. Следующая техника называется на грани фола. Выполняется тоже достаточно легко. Всего лишь нужно пролетать мимо проезжающих автомобилей на близком расстоянии. Главное, не задевать их. Ну а теперь одна из моих любимых техник – дрифт. Запомните только одно условие – машину нужно пускать в занос без ручника. Отличная помощь в этом – это отключение ПБС, о чём я и говорил, гадя о настройках сложности. Следующая техника практически не отличается от предыдущей. Ну а называется она дрифт на ручнике. Единственное условие – использовать для заноса ручник. В принципе, в этом случае отключение ПБС не потребуется. Следующую технику проще всего выполнить в гонке. Ну а называется эта техника на хвосте. Как нетрудно догадаться, вам нужно какое-то время ехать прямо за соперником. Кстати, благодаря этой технике можно достаточно быстро сократить расстояние между вашим автомобилем и автомобилем соперника. Для выполнения следующей техники вам понадобится уже немножко больше усилий. Техника называется обмен краской. Вам потребуется аккуратно задеть автомобиль соперника или трафика и при этом не сбросить чётчик очков. Следующая техника опять же выполняется только в гонке. Называется она бок о бок и засчитывается при обгоне соперника. Ну а я ошибочно назвал её пройденном в одном из фарзофонов. Так что теперь вы будете знать, как правильно называется обгон соперника. Ну а теперь о достаточно сложных стандартных техниках. И техника полицейского разворота – одна из них. Чтобы выполнить эту технику, вам нужно развернуть машину на 180 градусов, вставая назад. На самом деле ничего сложного, достаточно просто немного потренироваться. Следующая техника чем-то похожа на предыдущую. А называется она разворот на 180. Вам также потребуется развернуть автомобиль на 180 градусов, но при этом придётся ехать вперёд. То есть вам нужно немного разогнаться, пустить машину в занос и развернувшись поехать в обратном направлении. Ну а теперь к более редким стандартным техникам. Следующую технику можно выполнить только благодаря хорошему маленькому трамплину. Называется эта техника езда на двух колёсах. Ну и как следует из названия, нужно проехать какое-то расстояние на двух колёсах. Единственная сложность – это выбрать оптимальный угол и правильную скорость. Так как при маленькой скорости техника не засчитывается, а при большой автомобиль переворачивается. Следующие три техники можно выполнить только в сетевой игре, на игровых площадках. Как я и не старался, но я смог записать только одну технику. Называется она «Монархист», и я уверен, что многие даже не слышали о ней. Выполняется эта техника в режиме «Король». Как написано на сайте, вы должны удержать корону в течение минуты. Но опять же, у меня эта техника засчиталась спустя минуту 23 секунды. Вкратце расскажу о тех двух техниках, которые я не смог записать. Название я оставлю оригинальное, но предположу, как они называются на русском языке. Первая техника дословно переводится как «Королевское помилование». И выполняется она также в режиме «Король». Для выполнения этой техники вам нужно быть королем, и выполнить технику на грани фола рядом с простым игроком. Вторая техника называется «Аутоиммунный» и выполняется в режиме «Вирус». Для выполнения техники вам нужно также выполнить технику на грани фола, но рядом с зараженным игроком. Как видите, в принципе ничего сложного, но за целых два часа я так и не записал ни одну из этих техник Следующие две техники также относятся к стандартным, хотя я бы отнес их к специальным или комбинированным Первая техника называется чистая езда и выполняется только в гонке Как нетрудно догадаться, вам нужно проехать отрезок трассы без серьезных аварий В принципе тоже достаточно простая техника, главное постараться не врезаться ни в кого Вторая техника называется техническая цепочка Но выполняется она путем комбинирования разных техник Опять же техника достаточно простая, но нужно постараться не сбросить счетчик очков И последнее, что относится к стандартным техникам, это техники, которые выполняются только в дополнениях К сожалению у меня дополнений нет, поэтому я просто напишу описание на экране Но вы можете просто поставить на паузу и почитать А мы переходим к специальным техникам Отличаются они от стандартных сложностью и количеством заработанных очков Ну и начнем, пожалуй, с самых простых Следующая техника выполняется только в гонках и называется чистый старт Но выполняется она, как нетрудно догадаться, на старте и чем-то похожа на чистую езду Нужно просто постараться не врезаться ни в кого и ни во что какое-то время после старта Следующая техника называется удар сбоку и она производная от дрифта и краха Чтобы ее выполнить вам нужно боком разрушить объект, проще всего это выполняется в дрифте На самом деле ничего сложного нет, просто нужно немножко сноровки Следующая техника называется сорвиголова Для ее выполнения вам нужно в быстрой последовательности выполнять технику на грани фола То есть, говоря простым языком, вам нужно пролетать мимо проезжающих автомобилей на большой скорости Проще всего это выполнить на магистрали Следующая техника опять же выполняется только в гонке и называется тройной проход Но выполняется она путем быстрого выполнения техники бок о бок три раза Говоря простым языком, вам нужно обогнать трех соперников подряд Ну а на мой взгляд, эту технику проще всего выполнить в начале Следующие две техники достаточно похожи И первая из них это ландшафтный дизайн Вам нужно в быстрой последовательности выполнять технику крах, но есть одно условие Среди разрушаемых вами объектов должны быть заборы или ограждения Похожей техникой является разрушительное ядро Но здесь от вас потребуется просто разрушать объекты в быстрой последовательности Сработает это только если объекты разные и чередуются Следующая техника называется кенгуру Чтобы выполнить эту технику, вам нужно выполнить технику воздух три раза в быстрой последовательности Проще говоря, вам нужно распрыгать автомобиль Выполнить ее проще всего в местности с маленькими кочками и на большой скорости Следующая техника называется сквозь сегольное ушко Чтобы выполнить эту технику, вам нужно выполнить технику на грани фола между двух автомобилей Говоря простым языком, вам нужно пролететь между двух авто, не задевая их. Опять же, выполнить её проще на магистрале. Ну а следующую технику я думаю, многие хорошо запомнили благодаря форзофону. И называется она бочка. Чтобы её выполнить, вам потребуется найти хороший трамплин и сделать аккуратное боковое сальто с приземлением на колёса. Ходят слухи, что она засчитывается даже если сбросить чётчик очков, но я этого не проверял, поэтому переходим к более прикольным и редким специальным техникам. Первая такая техника называется дровосек. И выполняется она путём разрушения пеньков или засохших веток. Интересно, я один не замечал эту технику? Вторая такая техника мусорщик. И выполняется она путём разрушения мусоров. Опять же, эту технику я даже не замечал. Ну а следующая техника вообще на уровне пасхалки. И выполнить её можно только в конкретном месте. Чтобы её выполнить, вам нужно сбить стенд с бананом. А называется техника фруктовый салат. Также к этим техникам можно отнести технику снеговик. Как нетрудно догадаться, вам нужно сбить снеговика. Ну а выполняется она соответственно в дополнении Близзард Маунтили. Также ещё есть несколько специальных техник, которые выполняются только в дополнениях. Их я перечислять не буду, просто оставлю описание на экране. Ну а теперь поговорим о комбо-техниках. Они выполняются путём комбинирования обычных техник. Первая техника называется аварийная посадка. И выполняется путём комбинирования техники воздух и крах. Говоря простым языком, вам нужно разрушить объект после прыжка. Проще всего её выполнить на быстрой скорости среди кустов. Следующая техника это мощный заряд. И выполняется она путём комбинирования техники прогрев шин и скорость. Говоря простым языком, вам нужно стартовать с ручника и набрать большую скорость. При этом потребуется сохранить счётчик очков. Следующая техника называется в последний момент. И выполняется путём комбинирования техники дрифт и на грани фула. Опять же говоря простым языком, вам нужно в директе увернуться от автомобиля. Потребуется немного терпения, чтобы научиться правильно выполнять эту технику. Следующая техника называется каскадёр. И выполняется путём комбинирования техники воздух и на грани фула. Вот это действительно сложная техника. Вам нужно после прыжка пролететь мимо проезжающей машины. Что в принципе в большинстве случаев зависит от удачи. Ну а следующая техника заставила меня изрядно понервничать. Называется она Стив Эбису. И выполняется она путём комбинирования отличной техники дрифт и отличной техники воздух или выше. То есть считается выполнение только отличной, шикарной либо идеальной техники. То есть вам нужно пустить машину в дрифт, взлететь и после этого удачно приземлиться. Но у меня получилось записать всего один удачный кадр. Ну а теперь о трёх оставшихся комбо техниках, которые выполняются только в гонке. Первая такая техника называется Вэпендрёж. И выполняется путём комбинирования техники дрифт и бок о бок. Говоря простым языком, вам нужно обогнать соперника в дрифте. Ничего сложного, но зато как красиво. Вторая техника называется Рогатка. И выполняется путём комбинирования техники на хвосте и бок о бок. Проще говоря, вам нужно кого-нибудь обогнать после того, как вы пристроились сзади. Думаю, любители слип-стрима в других гонках быстро освоят эту технику. Ну и последняя техника в этом списке называется Лётчик. И выполняется она путём комбинирования техники воздуха и техники бок о бок. Опять же, говоря простым языком, вам нужно обогнать соперника в полёте. В общем, любители первого форсажа оценят. Ну, это была последняя техника. Опять же, напомню, что в описании есть все техники по времени. А на этом всё, друзья. Поддержи меня лайком, если гайд оказался полезен. И подпишись на мой канал, если ещё не сделал этого, так как каждую неделю здесь появляется видео с прохождением нового форзофона. Что ж, всем пока, друзья, и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok